приветствую друзья сегодня необычный будет такой вид съемки с автомобиля сериал начинаем называем точнее дневник с автомобиля буду отвечать на вопросы просто разговаривать болтать и все будет это вестись дело с автомобиля action камера 200 x вот с таким управлением то есть можно еще смотреть на руку положить а можно с самого android тоже и вот сам tripod как установлен там чтобы не поцарапал и включаем и вперед сегодня маршрут километров 30 отсюда будем ехать по хай-ваю по хай-ваем точнее так быстрее будет солнечная погода на улице плюс 7 видно нет не знаю плюс 7 и вперед из песни все включил соньку альфа 6000 будем записывать на зум это раз лучший вариант чем на камеру на камеру такой звук никакой основное видео это звук это сто процентов звук если звук плохое все видео дальше смотреть не хочется каким бы она качественным не было вот такие вот дела прикупил эту технику но ребята просили снимать с автомобиля будем снимать будем стремиться к лучшему все время к лучшему и к лучшему заказывал action камеру давно уже она как и регистратор сейчас включая и можно с телефона управлять все пошла на записи на такой интересный механизм можно цеплять на руку водонепроницаемые так дальше и тому подобное классно кто хочет посмотреть 200 в x камера шеститысячная у нас хорошо хорошо шеститысячная камера вот эта сонька она меня устраивает по мне вообще супер там еще прикупил два дешевых объектива таких с мануальным фокусом потом расскажу о них дешевые это в действительности дешевая потому что они стоят один объектив стоит 50 долларов это очень дешевая ну там мануальный фокус для таких бэкграундов снимать или что-то такое узнаете природа природа здесь хорошая стабилизация в самом объективе у соньки вот он остановился даже не чтоб подвинуться в сторону эти светофор если не нажать кнопочку перехода то для пешехода не горит свет так почем бензин доллар девять центов нормально канадский доллар на 32 цента ниже американского то есть это выходит в американских 65 70 центов вот так не знаю батарея выдержит на минут 20 ехать 20-25 так эта девушка будет целую дорогу пипикать и разговаривать не просто первый раз съеду туда там надо тоже поправки сделать и вот так работу видел но дорогу не стримой и не запомнил тут лучше навигающим задать и само собой он доведет тебя так приблизительно знаю где находятся так вписываться на хайвей надо на скорости 90-100 километров в час чтобы не делать трафик вот спереди по интерьер едет с рекламы на машине видите надо же интерьер экстерия эйси пэйнтинг так ладно надо разогнаться обогнать этих всех они никуда не спешат да и мы не спешим правда они едут 80 вот тормозит он сзади чтобы прикупить какую-то экшн камеру сзади прицепить на стекло кстати заказал как это экшн камеры защитный колпачок для этого для объектива объектив карл за из классно вообще сонька хорошая она снимает том же формате что и сонька альфа 6000 то есть в обработке в этом как его в редакторе premiere pro можно свободно и классно обработать снимая в лучшем качестве установил флешки там кинул 64 гигабайт на и многие спросят вася нафига вот этих всех фигнюшек понакупал можно с телефона снимать да можно ребята с телефона кстати телефон снимает 4k у меня вот этот новый телефон samsung с 6 но я его тоже перевел не в 4k потому что не все смотрят в 4k видео не все компьютеры тянут да и так дальше и там подобное пока что это будущее которое уже наступают и заново и анден кипрой анти и по 27 хорошо знаю что нам повернуть надо на 427 сейчас он будет через все полосы нет машины прямо дорога на ниагару буквально за час можно посидеть на ниагаре посмотреть водопад ну в том смысле не не вот прямо на шерве а вот рядышком хайвай с левой стороны так это шо все боятся в поворот войти не там грузовики едут расход по хайваю на этой машине 10-12 литров 8 цилиндров отключается подача топлива на 4 цилиндра так что для дальних поездок она супер машина то и вообще шикарно вот я еду машина плывет сами видите вы даже по съемке в этом объективе sony action камеры встроенный стабилизатор тоже в сам объектив так этот уже сюда перестроился но понятно надо бежать от этих не люблю прямо правом ряду ездить тут такие тормоза все грузовики и так дальше и тому подобное вот видите как левый ряд движется 100 110 100 110 там быстрая езда мы тоже за ними пристроимся выше 110 там 120 еще при обгоне можно считается нарушение в онтарио там где на хайвай 100 вот как бы так кстати не советую за рулем лежать есть некоторые водители которые откидывает полностью сидушку ложится он даже вот этой рукой в не захватывает верхнюю часть руля при экстренных случаях это он никогда в жизни руль не вывернет то есть не уйдет от ситуации он так и лежа может и в больницу попасть без машины то есть как лег так и может в больничку сейчас говорят ну не дай бог конечно так что нормально посмотрите в гонщиков которые рассказывает как правильно ездить за рулем как у них них верхний от руль держится вот здесь за верхнюю часть руля или свободно вот так можно себя расслабиться вообще когда сдаешь на водительские права обязательно держать двумя руками и вот верхняя не верхняя часть на средняя часть руля и из из она так через километр нам надо повернуть вправо это надо как-то между грузовиками писаться и мы это сделаем так вот нам на 401 форс на из плюс на восток о н фор о ван ист из она рай знаем знаем трог загружен еле-еле едет еще и поворот показать так прямо полоса просит от фора километра он и корень фри вэй кстати не советую держаться за грузовиками как некоторые начинающие водители это делать от грузовиков вот такие камушки летят в стекло что это тихий ужас если случайно выключится камера знайте это села батарейка вообще лимит на съемку 30 минут постараясь ничего не вырезать вот так как я болтаю так она и будет сделали дорогу классную мы сразу перестраиваемся от этих тормозов подальше быстрее будет левый ряд и спокойно 110 едем по экспрессу не ледь не едем а катимся вот так хайвай огорожены один от другого то есть с речки вот такими железобетонными правда бывает ребята такое увидишь такие приколы шо при авариях машины аж навстречу через этот бордюр перелетает метровый как это же надо лететь чтобы перелететь через него и фриле и заново вот все спокойно еду 110 классно ехать грузовикам запрещено в крово в крайнем левом ряду если до очки обязательно кстати вот эти очки еще и рыбацкой они классные всякие блики все для водителя очки особенно в зимнюю пору в летнюю когда солнышко это обязательно вы думаете просто американцы или канадцы носят очки так не а солнце убивает глаза чтобы вы знали ребят свет сильный свет и солнышко убивает глаза нам вот как-то так я думаю интересная съемка получится потом конечно буду в следующих видео я просто-напросто буду ускорять некоторые моменты там хайвай или еще что-то потому что она нудно будет первое видео выложу как она есть все уже стоим кто-то там нам принципе все равно сейчас через один километр вправо надо некоторые водители такое расстояние держит вот смотрите едет он на фольксвагене а он не отсюда он не сонтарион с новой скоши но вас коша это возле океана находится придется перестроиться за грузовиком обязательно надо смотреть хотя спот у меня есть в зеркале светятся шоу машина рядышком но на всякий случай по привычке голову поворачивая смотрю стороны туда и туда всякий случай пожарный кто много ездил в украине в россии вообще в бывшем ссср тут без проблем сдаст здесь на право без проблем я например сразу перепрыгнул то есть здесь сдаешь технический сперва технические вопросы потом на g1 это как бы у нас на категорию а.б. а потом уже сдаешь на а.б.c там есть прицепом еще можно как бы по-старому она читается я сдал сразу на full g здесь говорят остальные там сдают на троки и так дальше на такие грузовики большие то отдельно идет категория она нам не нужна мы не дальнобойщики дороги делают вот хорошие дороги без проблем кататься можно тем более после 9 утра можно спокойно вот так едешь без проблем без трафика с 7 до 9 утра здесь такие пробки такой трафик что капец просто-напросто сейчас вот без проблем сколько мы едем десять минут до десять минут кто-то один затормозил вы уже дым 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 на лимузинах и вот такие простые это на тойотах toyota camper желтое такси желтое зелененьким кстати сзади вот такая маленькая лампочка если она мигает это значит нападение на таксиста и кто вот едет сзади на автомобиле увидел вот эту мигающую лампочку он сразу звонит в полицию говорит номер автомобиля и полиция уже там он связывается конечно наверное через wireless и диспетчер видит и вызывают туда полицию нам вообще-то прямо мы сейчас перестроимся так никого нет нет на south мы ездили красили один дом такого хорошего заказчика показывал тут дома что я серьезно и надо улыбнуться хотя бы здесь тоже дороги делают В 2 километрах Аллен Роуд is straight ahead Хорошо Повернём С левой стороны сабвайка метро туда на север тоже сетка есть метро Аллен Роуд is straight ahead Куда ты разогнался? Так, всё Батарейка села у фотоаппарата Мы снимаем прямо сейчас на камеру на экшн-камеру Так что только будете видеть дорогу что-то начнём са м нет са чтобы